По итогам 12 месяцев 2018 года в Ростовской области рост индекса цен на продовольственные товары и платные услуги составил 4,5%. Об этом сообщает Ростовстат. Самый большой рост стоимости отмечается на продукты и платные услуги – 6,5% соответственно. При этом непродовольственные товары выросли в цене на 3%. Стоимость алкогольной продукции за минувший год не изменилась. С января этого года производители обязаны изменить информацию на упаковке товаров в соответствии с новыми требованиями регламента Таможенного союза. Так, наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, теперь начинается со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». А на потребительской упаковке указывается информация о наличии в таком продукте растительных масел в виде следующей формулировки – «содержит растительные масла». Указанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Власти Ростовской области утвердили годовой план по реализации программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Большую часть средств направят на профилактику экстремизма и терроризма. Кроме того, 10,5 миллионов рублей выделят на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. На противодействие коррупции потратят чуть больше 1 миллиона рублей. С начала этого года в России начали применять новую систему расчета платы за вывоз бытовых отходов. Теперь размер платежа зависит не от площади помещения, а от количества зарегистрированных жильцов. Причем тарифы определяют власти регионов. Ростовская область стала единственным регионом в России, где предусмотрен пониженный коэффициент за раздельный сбор мусора. Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. Аэропорт Платов подвел итоги новогодних каникул. За время праздников с 28 декабря по 8 января Донская Аэрогабань обслужила 99 412 пассажиров. Из зарубежных направлений самыми востребованными городами стали Дубай, Анталия, Стамбул, Тель-Авив, Пхукет, а также Прага. По-прежнему популярны у ростовчан и жителей близлежащих регионов перелеты в Ереван и Тбилиси. Из российских направлений Пальму первенства держат Москва и Санкт-Петербург. Если говорить о региональных рейсах, в новогодние каникулы жители Ростова-на-Дону чаще всего выбирали Сочи, Екатеринбург и Симферополь. Напомним, сейчас из аэропорта Платов осуществляются рейсы по 37 направлениям. Полузащитник футбольного клуба Ростов Дмитрий Скопинцев может продолжить карьеру в «Зените». Ростовская команда готова отпустить 21-летнего футболиста за сумму не менее 6 миллионов евро. Об этом сообщает спорт24.ру. Если клубам не удастся договориться, то Скопинцев останется до конца сезона в Ростове. Напомним, Скопинцев являлся футболистом «Зенита» в 2014-2015 годах. Он выступал за молодежный состав. Порядка 4,5 тысяч консультаций и 352 рабочих места за год. В муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов» подвели результаты работы в 2018 году. То, что мы сегодня делаем, это востребовано, это нужно нашим предпринимателям. Мы каждый год требования, предъявляемые к нашему подрядчику, ужесточаем. Увеличиваем количество тех же консультаций, требований нового, что должно быть привнесено и так далее. Я уверена, что то, что я сказала вначале, что подрядчик у нас в этом году сохранился. Я уверена, что это нам позволит в новом году добиться еще более высоких результатов. В качестве подрядчика в 2019-м «Новый Ростов» продолжает сотрудничество с Донским государственным техническим университетом. Среди новых направлений развития центра создание системы предпринимательского наставничества. В течение этого года будут подобраны наставники и сформированы не менее шести пар. То есть это опытный предприниматель. Для начинающего предпринимателя будет подсказывать, как вести свой бизнес. И прописаны условия по встречам, по организации дальнейшей деятельности. Опытных наших академиков, профессоров, докторов собрали единую такую структуру для консультации, для проведения таких дополнительных мероприятий. А то, что мы с вами сегодня предлагаем здесь новым молодым предпринимателям, это великолепно. Знаете, научиться, увидеть своими глазами, не услышать даже, не прочитать, а тебе расскажут, еще покажут, лучше не может быть. Также в этом году уделят внимание формированию типовых пакетов документов для ситуации, с которыми сталкиваются предприниматели, и развитию информационного освещения деятельности центра.